Максимально помогала, водила меня на все тренировки, потом, когда я перешел в локомотив, возила меня на все тренировки, забирала, то есть максимально была вовлечена, так сказать, тренировочный процесс. Говорила, учеба — это наравне с футболом, нужно учиться, хорошо сдать ЕГЭ, поступить в университет, получить образование, то есть очень сильно, так сказать, контролировала меня в этом плане. Меня мама всегда поддерживала в этом, да, она помогала мне со школой, чтобы у меня не было трудностей в школе, она там помогала мне с уроками. Ну, например, там, да, когда я уставал очень сильно, там у нас был такой еще предмет, я помню, в четвертом классе окружающий мир, она мне читала, там, а я просто сидел и слушал, чтобы, потому что мне самому уже было тяжеловато, там, читать, устал, и так на слух хоть что-то запоминал, поэтому плюс домашнее задание, там, где ты помогал, за меня что-то делал. В детстве ходила на все матчи, у нас там, ну, в приолите, можно сказать, такой ультрас был из родителей, очень сильно болели за нас, в локомотиве тоже ходила, сейчас старается посещать, но из-за того, что у меня родилась дочка, мама помогает моей жене, и ходит у меня на матчи бабушка и отец. Да, сейчас она на каждом матче, на моем домашнем, плюс иногда приезжают на выездные матчи в Питер, там, недалекий, ну, куда не надо далеко ехать. Вот, а в детстве она работала и у нее не было там особо много времени, со мной отец больше ездил на матчи, но она также меня поддерживала и, опять же, помогала со школы в детстве. Игроков всех знает, конечно, да, многих игроков вообще из премьер-лиги, ну, по поводу знания, там, игры, ну, Offside, например, знает, что такое, правила игры знает. Из локомотива всех знает, она неплохо разбирается уже в футболе, столько лет со мной, в принципе, провела в этом виде спорта уже, конечно, все знает. Ну, разбор игры такого не бывает, но просто спрашивает, как я сыграл, и может так свое мнение сказать. Она в это не лезет, она знает меня, поэтому она знает, что лезть не надо туда, куда не надо. Поэтому, ну, если она не разбирается, ну, она просто меня поддерживает, но подсказать что-то она точно не сможет. Сильно я не видел на ее лице переживаний, но я думаю, внутри, если получаешь какую-то травму, все мамы чувствуют себя не очень хорошо, так скажем. В академии был случай, там, сломал голеностоп, и мама очень сильно волновалась, потому что я доиграл матч. Ну, когда ты на адреналине находишься, не особо чувствуешь травмы, и так случилось, что я доиграл матч, и потом не мог наступить на ногу, и она там плакала, да, тоже волновалась. Каждый день созваниваемся, каждый день почти что мама приходит к нам домой, либо мы приезжаем к ней, потому что живем очень близко, поэтому постоянно. Очень часто они каждые выходные почти к нам приезжают в гости, или также мы можем приехать в гости к ним, очень плотно и тесно общаемся. Ну, у меня с родителями, в принципе, такое отношение дружеское, мы относимся друг к другу не как родители и сын, мы относимся друг к другу как друзья, поэтому мы можем вместе там где-то посидеть и в ресторане, и даже в выходные дни там сходить в караоке вместе. У нас, в принципе, такая дружная семья. Дорогие мамы, поздравляю вас с Днем Матери, желаю вам безмерного здоровья и чтобы ваши дети всегда вас радовали. Родная мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери, ты у меня самая лучшая, самая красивая, самая умная, и будешь еще с каждым годом все красивее и красивее, как вино, с каждым годом только лучше.